Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Напоминаю нашим телезрителям. У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы открыты для диалога, для обсуждения. Ну, наверное, любых тем, да, Алексей? Ну, наверное. Наверное, любых тем. Вы тяжело вздохнули. У вас есть какая-то своя идея, и с чего мы можем начать передачу? Ну, идея есть. Я думал, собираясь к сегодняшней передаче, какие, с какими вопросами на этой неделе приходили люди. Ну, вот так вот впервые. И вспомнил, что, ну, может быть, кому-то из наших зрителей это будет интересно, и кто-то по образу и подобию, как говорится, найдет свою тему. Была тема, связанная с ковидом. А связана она таким образом, что для людей, которые переболели или болеют, вот помощь психолога, психотерапевта, необходимость этой помощи, ну, в какой-то степени становится очевидна. Либо для них самих, либо их специалисты направляют. И вот здесь есть тонкий момент, и нам приходится в работе, мне пришлось это в работе выяснять, и не первый раз уже, ну, я имею в виду в консультировании, момент, заключающийся в том, что люди приходят, ну, предполагая, или им об этом сказали, или они сами такое вот сделали, что вот этот коронавирус повлиял на мозги, ну, в буквальном смысле, да, такой, как говорят медики, нейротропный характер имеет, то есть поражает в том числе нервную систему, а поскольку он ее поразил, значит, и какие-то психические нарушения могли появиться. Депрессивные расстройства, тревожные расстройства, бессонница, ну, и прочие какие-то вещи. И вот, ну, скажем так, для людей, на мой взгляд, не всегда понятно, и нам приходится это прояснять, каким образом психотерапевт или психолог вот может помочь с этими поврежденными нейронами. Ну, это всегда такая идея сложная, да, не всегда укладывающаяся у людей, которые считают, что психика и мозг неразрывно связаны. Если мы занимаемся психикой, надо, ну, это что-то с мозгом, значит, случилось. Я имею в виду, как-то там нейроны страдают, поэтому надо какие-нибудь таблетки пить и заодно ходить к психотерапевту. Я просто хочу напомнить, что есть приличное количество расстройств, где на всех обследованиях нейроны неповрежденными оказываются. Ну, в общем, к какой идее я хотел бы вернуться и вот сейчас озвучить, что вот эта нынешняя коронавирусная инфекция, она не только нарушает биологическое существование человека, ну, поражает человека не только как биологическое существо, но еще и как психосоциальное, если можно так сказать, да, что имеется в виду. Ну, вот человек, который, с которым мы общались, задавал вопросы о том, сможет ли он восстановиться, повлияет ли это как-то на его дальнейшую жизнь, сможет ли он вернуться к работе, сможет ли он быть прежним таким, как он был до заболевания и так далее. Вот масса таких вопросов. В чем восстановление? Вот мне хочется уточнить. У него страдают высшие психические функции, внимание, память, мышление, или у него какие-то эмоциональные переживания, или у него, не знаю, я знаю, что многие болеющие, переболевшие коронавирусом жалуются на отсутствие сил что-либо делать, которое остается и после выздоровления. Ну, да, это действительно есть. Это есть вот та самая апатия, о которой вы говорите, да, то есть отсутствие сил, отсутствие какой-либо энергии к активности, сниженное настроение, раздражительность, плаксивость, эмоциональная несдержанность, бессонница, да, какие-то мысли неприятные о том, что вот это вот все не закончится, что там мои близкие переболели за три недели, а я болею уже шесть недель, и мне лучше не становится. Ну, в общем, там еще внутри семьи какие-то начинают такие происходить. Ну, например, супруга болеет, супруг уже поправился, дети поправились, и они смотрят и говорят, мам, ну мы же все уже выздоровели, мол, так сказать, ты что-то вот там придумываешь уже, да, ну это там крайняя степень, или, слушай, у тебя что-то более серьезное, чем у нас. Ну, в общем, вот какая-то такая кутерьма, выделяющая человека из обычной обоймы возникает. Я к чему веду? К тому, что это вполне себе запрос для психотерапевта, для психолога, я имею в виду такие вот истории, только их, ну, на мой взгляд, стоит хорошо разделять, где эта компетенция психотерапевта, ну, сломанные нейроны психотерапевт же не лечит, да, ну или там нарушение в сосудистом русле. Этим хорошо бы, если бы будет заниматься невролог, например, терапевт участковый или еще кто-то. То есть, говоря иными словами, это те люди, с которыми приходится иногда заниматься лечением, ну, в тандеме или в таком бригадном подходе, то есть они ходят еще. Ну, вы, телезрители, кто, может быть, в этой ситуации находится, знает, то есть их, ими занимаются терапевты, назначают какие-то медикаменты, неврологи, ну, и иногда психотерапевты. И очень важно, конечно, выделить вот эту психологическую составляющую из всего комплекса жалоб, которые, ну, или там вопросов, которые человек приносит. Вот, такая была тема. Была тема о жизни с душевнобольным человеком в семье. Поскольку душевные болезни носят хронический и явно выраженный характер, ну, это не длительная, я не знаю, там, хромота или слепота, да, хотя тоже они в этих болезнях каких-то хронических втянуты, другие люди. Но здесь это такое эмоциональное напряжение. Ну, там больше, да, если вы говорите об инвалидности, когда нет конечностей, там больше, наверное, каких-то бытовых вопросов возникает. Ну, да, может быть, мой пример не очень удачный. Сравнивать голову и ногу — это ставить себя в заранее глупое положение, потому что сравнение это не поддается. Но, в принципе, у людей, которые живут с родственниками, носителями хронических психических заболеваний, в общем, эмоциональное вот такое напряжение вполне серьезное возникает. То есть их, им тяжело. И они сами обращаются за помощью, тем более ликвидировать порой, что-то сделать с этим родственником. Эти родственники периодически попадают в больницу, нужно вызывать там скорую помощь, например, госпитализировать. Это связано с какими-то эмоциональными переживаниями. Я имею в виду такого толка чувства вины, стыда, может быть, да, стыд перед соседями о том, что у нас снова кто-то из близких. Вот обострение случилось, вина перед родственником, потому что иногда эти родственники, ну, конечно, недовольны поведением своих близких и ставят им это на вид, ну, говоря, что же вы делаете там и так далее. То есть масса таких вот каких-то переживаний по этому поводу. И вот те люди, которые ко мне приходят, отчетливо среди жалоб, да, отчетливое нежелание возвращаться домой. То есть вот прямо одна из таких ключевых жалоб. Человек говорит, я знаю, что я сейчас, что меня ждет, когда я приду домой. Меня вот ждет вся эта. И они находят или ищут возможности попозже задержаться на работе, еще что-то, еще что-то. Ну, это такая вот логически понятная, логически понятный рисунок поведения. Что тогда человек для себя может обнаружить в работе с психотерапевтом, если он приносит такую тему? Не знаю, наверное, мой вопрос просвучит в лобовую. Как психотерапия может помочь такому человеку, да? С какими выводами он может уйти из кабинета, чтобы они помогли ему, ну, не знаю, облегчить переживание вот этого своего состояния? Вы в лоб спросили, Лен. Я, наверное, не готов был к этому лобовому ответу, но он вдруг возник. Я думаю, что это в какой-то степени будет похоже на терапию принятия. Ну, если назвать ее в широком смысле. Мы знаем, что есть в узком смысле такая процедурная форма терапии. Ну, то есть это вот та одна из ситуаций, с которой приходится, внутри которой приходится какие-то оперативные мероприятия проводить. Что я имею в виду? Ну, во-первых, очень часто контакт с этим родственником, который испытывает какие-то психические нарушения, сильно нарушены. И там очень много изоляции у самого родственника и у близких, очень много злости и напряжения. Восстановить какие-то или сохранить какую-то коммуникацию, потому что, ну, человек, когда сходит с ума, даже если он сходит с ума в таком бытовом смысле, он все равно способен о чем-то говорить. Он все равно себя каким-то образом выражает, каким-то образом проявляет. Вот познакомить близких с тем, как строится коммуникация вот этим нарушенным родственникам, да? То есть вот немножко смягчить это противостояние. Ну, вот у меня тоже возникла идея, потому что тоже в моем окружении вы актуальную достаточно проблему описываете. Тоже, ну, можно сказать, близкие и знакомые испытывают сейчас ту гамму чувств, которые вы описываете, потому что одна из их родственниц, ну, на глазах буквально теряет рассудок, да, не знаю, здравый смысл. Деградирует, иногда говорят. Ну, можно, да, сказать, что деградирует. И что я наблюдаю, это сложность принятия того, что вот эта деградация, она необратима, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, они еще пытаются объяснить ее поведение или принимают ее поведение с точки зрения нормальности. То есть они через эту призму оценивают ее поведение, и это вызывает у них тоже и негодование, и злость, и непонимание, почему она так поступает, да, почему в ее словах или поступках нет логики. Ну да, но эта логика, вот я об этом сказал, она всегда есть, она своя, нарушенная, окольная, непрямая. Ну, значит, еще и избирательная, да? Избирательная, конечно, вот продолжая отвечать на ваш вопрос, чем могут помочь специалисты, ну, наверное, что-то рассказать о том нарушении, которое постигло их родственника, да. То есть, ну, как-то познакомить близких с тем, что с их близким человеком происходит, чем это может сопровождаться, как это может развиваться, что может быть важное в коммуникации, в общении в текущем процессе. Ну, то есть, вот у нас был ведь один из звонков, он немножко был о другом, я его вспоминал, когда мама звонила, мама ребенка, взрослого сына больного, да, еще эти люди, близкие, обычно находятся в такой определенной изоляции. То есть, ну, это, знаете, странное может быть сравнение, но все-таки семьи находят, начинают находиться в изоляции в разные этапы своей жизни. Например, этап рождения ребенка – это этап очевидной изоляции. Ну, когда никто не должен приходить в гости, не принести какую-то там инфекцию, да, и в течение какого-то времени вот семья живет одна. А еще если у ребенка есть какие-то, ну, расстройства, да, там, пищевого характера, кожного какого-то еще, то этот период становится еще более длительным, и иногда семье становится там тяжело. Ну, ни с кем не пообщаешься, не обсудишь это, да, кроме как там со специалистами. Вот наличие такого болеющего родственника, угасающего, требующего внимания, то есть, например, дочь такой вот мамы или отца вместо того, чтобы, ну, вместо того, что это неудачное, она могла бы, вот я бы так сказал, да, она могла бы пойти куда-то с коллегами по работе, еще что-то, но ей нужно ехать домой, потому что ее там ждет мама или бабушка или там папа, который требует ухода, который, может быть, уже настойчиво звонит и говорит, вот, трудность еще, кстати, прихода таких людей к специалисту в том, что у них нет времени прийти к специалисту, потому что это вот та самая ситуация, когда они не принадлежат самим себе, ну, так они говорят, да, они принадлежат вот этому болеющему. И иногда мы встречаемся тогда, когда этот родственник умер, ушел, или, может быть, близкий. Может быть, госпитализирован. Да, или госпитализирован, или, может быть, близкие решили его поместить в учреждение, где, ну, ему будет осуществляться уход, ну, такого длительного пребывания, да, хосписом это не назовешь, но вот что-то типа санатория какого-то, да, для, вот, и тогда у них возникает возможность обратиться, вот, ну, обратиться с многолетней, вот, такой многолетними эмоциями, смешанными, и их там очень много. Вот, а третья история, снова речь идет о подростках, подростках 18-19-20-летнего возраста, такой переходный период. У меня много историй с такими молодыми людьми, которые или поступают, или поступили на первый и второй курс, их приводят родители к нам. Вы говорили, их стало больше, да, этого возраста? Ну, может быть, почему-то ко мне стало больше приходить таких молодых людей, которые вот, ну, демонстрируют, что ли, разное поведение. Некоторые демонстрируют выраженную тревогу. Конечно, родители ищут, с чем это может быть связано, с поступлением ли на первый курс. Вот сейчас весной приходят, потому что в конце первого курса всякие курсовые, выпускные, еще что-то. И, в общем, я вот просто слушаю и думаю иногда, что мы, ну, такая вот сложная, что ли, жизнь наша взрослая, и подросткам приходится в нее шагать, где надо вот всякие эти экзамены проходить, где вроде бы дело уже не до игр, и времени на игры нету, на расслабление, на гуляние. Нужно сидеть и вот что-то такое производить. Тогда что, эта тревога, про которую вы говорите, это тревога перехода во взрослую жизнь? Или что за ней стоит, за этой тревогой? Мне очень нравится эта тема. Я бы очень хотел, что, может быть, кто-то из наших телезрителей позвонил. Я, как папа взрослых, взрослеющих детей примерно этого возраста, постоянно думаю, в какой мир они вступают, мой и наш взрослый мир, что они видят в этом мире вместе с, ну, например, с какими-то прелестями этого мира. Ну, условно говоря, можно научиться и водить машину. Определенная прелесть. Можно сесть и полететь, куда хочешь. Ну, сейчас, конечно, с этим проблемы. Ну, по крайней мере, по России, да? Ты уже человек совершеннолетний, покупаешь билет, летишь и так далее. Вот. Но и вопросы работы возникают. Надо идти на работу, надо ходить на собеседование, надо писать вот эти самые какие-то работы, учиться и так далее. Вот у меня сейчас вот этот переходный период, как вы сказали, да? Такой процесс инициации в этот период происходит, да? И вот эти молодые люди как-то в наш мир сейчас достаточно, наверное, сложный попадают. Вот, и не все, может быть, выдерживают на этом этапе. Ну, вот им требуется помощь такая. Но, тем не менее, родители, на мой взгляд, не все еще готовы вести своих детей к психологу, к психотерапевту. Ну, наверное, да. Я бы спросил людей, я не знаю, у вас есть какая-то информация, почему родители сейчас не готовы, может быть, те, о которых вы говорите? Ну, из своего жизненного и профессионального опыта могу сказать, что у многих до сих пор остается такое предубеждение, что если ребенка привести к психологу, к психотерапевту, то, во-первых, путаница с психиатром по функционалу вот этих специалистов и иллюзия о том, что это где-то останется зафиксирован, вот этот факт прихода, и потом как-то это на будущее повлияет. Причем, как я наблюдаю, иногда процессы бывают очень сильно запущены, и уже даже к 40 годам родители детей, которые испытывают трудности и в социальной адаптации, начинают вести себя все страннее и страннее, можно так сказать, до сих пор вот эту иллюзию, ну, не иллюзию, а вот это убеждение поддерживают, то есть не готовы идти к специалистам. Вот вы говорите, Елена, здесь есть какая-то, мне кажется, очень забавная, что ли, перекличка, странная. Чем больше, может быть, не берусь за прямую последовательность, что это именно так работает, вот именно в такой логической связи, но наблюдаю, чем более нарушенным оказывается поведение детей и чем более дисфункциональными, как говорят, да, связи, тем более родители могут быть обеспокоены, ну, какими-то записями в медицинской документации. Я думаю, что здесь есть объяснение, в том числе и в том, что свой приход к специалисту нужно чем-то объяснить и оправдать, свой неприход к специалисту нужно чем-то объяснить и оправдать, ну, например, тем, что об этом узнают другие, ну, так или иначе. И действительно есть примеры, когда родители категорически, например, отказываются оформлять документацию какую-то, да, ну, например, там, в медицинских центрах законодатель обязывает медицинские центры ввести какую-то документацию, да, и родители, например, отказываются. Соответственно, здесь в какой-то степени выигрывают, но я думаю, что это слово надо взять в кавычки, выигрывают частным образом принимающие специалисты, которые не ведут документацию, никому не подотчетно, ну, в такой, в некоторой серой зоне находится, скажем так, да. То есть вроде бы и дело делается, никаких записей не оказывается. Но это может быть палка о двух концах, как у нас говорят, да. Если у, во-первых, преемственность здесь сильно страдает, то есть человек, уйдя от этого специалиста, ну, ребенок, да, подросток, перейдя к другому специалисту, он не может принести с собой никаких бумаг, никаких заключений, никаких рекомендаций, ничего, и все приходится начинать сначала. Во-первых. Во-вторых, если его состояние, ну, утяжеляется, такое тоже бывает, да, и требуется вот так по лесенке участие, ну, другого специалиста, психиатра, скажем, да, то, опять же, психиатру не к чему адресоваться. Нет документации, нет возможности узнать, каким был их вот пациент, их человек, который к ним пришел. Ну, да, следить динамику, да, как это происходило. Да, следить динамику, да. Вот, но, да, вот, в общем, три такие, ну, наверное, основные истории на этой неделе, которые случились. Ну, это для меня определенный срез, и действительно, такие вот люди регулярно приходят. Пока ждем звонков от наших телезрителей. Напоминаю, телефон в студии 202-11-22. Звоните, присоединяйтесь вот к нашему разговору. Может быть, у вас есть какие-то интересные истории, связанные с тремя темами, которые озвучил Алексей. Алексей, может быть, вы хотите свою какую-то тему предложить для обсуждения. Мы здесь, в студии, ждем ваших звонков. Ну, может быть, сначала, да, про коронавирус актуальная тема. Не знаю, может быть, у вас или из опыта ваших коллег, если вы обсуждаете и делитесь. Есть уже случаи, когда психотерапия помогает человеку выйти из этого апатичного состояния. И как долго по времени это может занимать? Или это непредсказуемо? Потому что, возможно, при вот такой болезни актуализируются какие-то тоже застарелые процессы в психике, которые долго находились в дремлющем состоянии. Ну, вы задали вопрос, Елена, уже частично на него действительно ответили. То есть это то, наверное, за что ругают психотерапию, психологию. Ну, критикуют очень сильно, что ни один, ну, в основном ни один психотерапевт не даст каких-то временных рамок и не скажет вот за это время. Это может сказать хирург, это может сказать травматолог, это может сказать терапия по поводу любой практически. Которые примерно знают, сколько занимает времени регенерация тканей, да, условно говоря? Сколько времени занимает регенерация тканей, сколько времени занимает бактериальная, антибактериальная терапия, Ну и так далее, и так далее. Да, сколько времени занимает там приживание даже какого-нибудь пришитого органа, да? Ну, вот. В психотерапии все намного сложнее, и эта сложность иногда оказывается вот таким камнем преткновения, быстро или коротко. Хотя вот люди приходят и говорят, а мне специалист за одну встречу помог. Что ты там сказал волшебное? Что сказал? Непонятно. Ну, помог. Вот. Ну и слава богу, как говорится. Вот. По поводу того, помогают или нет. Ну, вот я сказал, важное, на мой взгляд, выделить в этой истории про коронавирус мишени, есть такое слово, да, мишени для взаимодействия. То есть те вопросы, которые психотерапевт или психолог собираются вместе с пациентом, вместе с клиентом обсуждать. На это, кстати, тоже тратится какое-то количество времени, приличное, ну, может быть, одна, две, три, может быть, пять встреч. Почему так много? Потому что иногда люди приходят и говорят, вы ведь доктор, я в этом ничего не понимаю, я в этом не соображаю. Все, что я мог вам или могла рассказать о своей апатии, о своей бессоннице, я вам рассказал. Ну, если вы меня... А теперь выдавайте мне инструкцию, рецепт, да, или расскажите, что там у меня происходит. Или так, или да, задавайте дальше вопросы, я готов двигаться за вами. И они по-своему право, естественно, эти люди. И вот здесь работа в том, чтобы эти мишени, фокусы для работы, фокусы внимания для работы найти. Вот. У нас есть звонок, Алексей, но мы, к сожалению, уже не сможем ответить на вопрос нашего телезрителя. Если вы дождетесь окончания передачи, мы с вами свяжемся и переговорим, или позвоните в следующий раз, потому что время нашей передачи подходит к концу, и мы не сможем развить эту тему. Ну, вот это, кстати, хорошая тема. Да, позвоните, пожалуйста, нам в следующий раз. Это хорошая тема, когда вопросы, ну, я называю это темой Коломбо, наверное, да, если вы помните сериал, когда самые важные вопросы возникают в самом конце встречи, видимо, как сегодня. Что-то приходится с этим делать. Я рад, что мы сегодня пообщались, спасибо вам, всего доброго, до следующей встречи. Пока у нас еще продолжается, да, передача продолжается, и в заключение я хочу напомнить нашим телезрителям, что ВКонтакте есть группа, посвященная нашей передаче, называется «Разговор по душам на Самаре ГИС», где в обсуждениях можно задавать свои вопросы, комментировать, там уже есть определенная беседа какая-то, присоединяться к этой беседе, высказывать свое мнение. Да, пишите, звоните, может быть, даже, я не знаю, насколько это корректно, в промежуток между передачами задавайте свои вопросы, какие-то комментарии, мы попробуем продолжить наш разговор. Всего доброго, до свидания, смотрите нас на телеканале «Самара ГИС». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok